День добрый художника! Сегодня мы пишем цветы пионы в интересной имперсионистической манере, акрилом, акварельно, с потеками, с прозрачными, красивыми, водянистыми наплывами краски. И для работы нам понадобятся следующие кисти. Вот такие вот веерные. Это может быть щетина, это может быть синтетика. Обратите внимание, разные размеры кистей. В зависимости от формата вашего холста, вы подбираете размер кисти. Понятно, чем больше полотно, тем комфортнее работать широкой кистью. Также вот такие вот мягкие, натуральные кисти. Вот такой вот вариант. Это белка. Конечно, белка при работе с акрилом может немного оставлять ворсинки. Итак, начнем. На палитре у нас следующие краски. Черная, коричневая, кобальт, оливка, белила, охра, красный малиновый и зелень. Зелень уже какая есть, главное, очень осторожно работайте с изумрудной зеленой. Если вот только она у вас имеется, тогда ее старайтесь приглушить и сделать более натуральным. Также нам понадобятся салфетки для того, чтобы промакивать, протирать кисть. И вот такой вот пульверизатор с водой. Начинаем с цветовых пятен. Прежде чем начать работу, на расстоянии 20-25 сантиметров освежили все полотно водой. Смешиваем нежный оттенок розовой краски. Вот сначала вот такой получаем. Видите, какая вот консистенция акрила. Напоминаю, работаем акрилом акварельно. И первое пятно. Вот этого мы не пугаемся. Нам эти ручейки нужны. Сейчас я просто обмакнула кисть в воду. И хочу наметить первое пятно своего пиона. Этот пион будет на нас смотреть прямо своей серединкой. Такой вот центровой он будет. Вот смотрите, каждое прикосновение вот. И уже потихоньку, хоть мы и говорим, что сейчас создаем пятно, но форма ощущается. Почему попросила взять этот оттенок потемнее, хочу вот в этой части показать теневую. Обмакнула опять кисть в воду. Разбавлю белила. И следующий, вот этот вот сделаем. Напоминаю, середина смотрит вверх. Начинаем боковые лепестки. В одно касание. Обратите внимание. И конечно, когда уже вы прочувствуете это движение, можно и понаглее чуть-чуть работать. Вот можно где-то вот такие вот. Вот смотрите, форма чашечки. Ну, стараемся отходить, наблюдать со стороны, что получается. Пока с зеленью остановлюсь. В принципе, мне нравится здесь есть светлая прозрачная зелень, которая как будто бы там на заднем плане контрастная теневая зелень. Что дает нам пышности. И сейчас возвращаюсь к пионам. К белорозовым. Нежными оттенками работаю. Вот эти прикосновения. От края лепестка, вот возле середины, начали и перешли на ребро. У серединки. Вот сейчас поярче цвет, нагляднее будет. Приложили и перешли на ребро. Вот они, нижние. То есть вы вначале прижимаете, а потом уже аккуратно завершаете, как будто бы в воздухе свое движение. Вот этот, в принципе, этап по-хорошему уже можно оставить. Можно уйти в более подробную прорисовку. Но я думаю, все-таки план был сделать что-то абстрактное, интерьерное и не такое уж внятное. Оттенки достаточно приятные. Постарайтесь сохранить изначальный прозрачный слой. То есть не все мы должны уплотнить. Можно также еще сделать брызги на работу. В таком положении неудобно мне показывать. Работа кладется на пол и выполняются какие-то яркие белые, можно желтые с белым, брызги. Так что вот этот этап, пожалуй, пускай у меня таким останется. Он подсохнет. Я, конечно, еще посмотрю, что еще важно для такой работы знать. Акриловую работу обязательно покройте глянцевым лаком. Потому что вы можете разочароваться, когда она подсохнет и станет грустной. Вспомните свое впечатление, когда вы над ней работали. Она вам казалась сочной, яркой, потому что краска-то была влажной. И она вам нравилась. Поэтому не пугайтесь. Прежде чем что-то с ней сделать, сделайте такой промежуточный слой один. Акриловым лаком на водной основе. И посмотрите, вернется ли та яркость. Если же вдруг вы все-таки какими-то оттенками недовольны, тогда чуть-чуть их доработайте. И опять покройте лаком и понаблюдайте, как поменялись цвета. Ну что, удачи, художники! Трудитесь, пробуйте, экспериментируйте, наслаждайтесь процессом. И все обязательно у вас получится. А с вами была Лилия Степанова. До скорых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok